Всем добрый день! Попытка номер два. Видно меня? Как мне себя видно? Супер! Супер, друзья! Какие-то технические неполадки в этом сезоне, но я думаю, всё хорошо. Я просто сама разволновалась немножко, что всё не по плану. Всем добрый день! Всё прекрасно! Меня зовут Екатерина Плотникова. Проверка связи прошла, она слышна и видна. Теперь, пожалуйста, скажите, кто знает меня, кто знает, кто не знает? Скажите, пожалуйста, цифру один поставьте, кто первый раз видит, а цифру семь, допустим, кто знает и кто ждал прям. Семь знаете, один не знаете. Ну, интересно, в общем. Масса меня не знает, я быстро тогда представлюсь. Временно это много тратить не буду, потому как я часто затягиваю, не успеваю потом суть-то рассказать. Значит, я Екатерина Плотникова, практикующая дизайнер интерьеров. Я в течение 17 лет уже занимаюсь дизайном интерьеров. Я являюсь членом Союза дизайнеров-архитекторов. Я являюсь интерьерным стилистом, декоратором, художником. Обожаю участвовать в разных конкурсах, в них побеждать. Имею публикации в разных изданиях, международных, федеральных. Также являюсь неоднократным победителем профессиональных конкурсов. И, в общем, тут список очень большой. Я думаю, что я потом отправлю, если что, кому-то презентацию. И там можно будет познакомиться со мной более предметно. Просто я не хочу сейчас тратить на это время. Я продолжу. Сегодняшняя моя тема называется, уже вы видели, «Секреты создания уютных ванных комнат». Я не буду рассказывать какие-то энциклопедические знания, выдавать, знаете, как по учебнику, допустим, «Нойфер», да, это книга, которая должна стать просто настольной книгой декоратора, дизайнера, архитектора. Там все принципы эргономики расписаны, то есть и какие-то энциклопедические знания. Сегодня не об этом. Сегодня я поделюсь своим опытом. И секреты, которые для меня не секреты, а для кого-то, может быть, будут секретами, да. Правда, когда я слышу слово «секрет», хочется сразу спеть эту песню. Не секрет, что друзья не растут в огороде. Ну, в общем, отталкиваясь от своего опыта и на примере своих проектов, я с вами поделюсь этими секретами. Первая картинка – это фотография ванной комнаты одного из моих проектов, который называется «Моя неклассическая классика». А здесь, можно сказать, собраны все секретики, о которых я сегодня буду рассказывать. Я буду мельком по ним пробегаться в течение всего вебинара, а потом подведем, как бы резюмируем всю эту историю, просто будет прям по пунктам все мои мысли. Значит, что мы видим? Первое, один из первых секретов и самый основной, на мой взгляд, это все-таки эргономика, о чем я вот сейчас говорила. Эргономика, планировочное решение, удобство, комфорт – это самое основное. В этой ванной комнате позади нас находится дверь, то есть вход, да, сюда мы попадаем, и все у нас очень удобно. Справа расположена раковина, то есть мы зашли, сразу помыли руки. На заднем плане, в правом дальнем углу установлены унитазы и биде, как бы они, чтобы действительно они в каком-то дальнем углу, да, и не препятствуют ни проходу, ничему, ну и как бы не на центральном месте этой истории, да, на центральном месте как раз тут находится слева ванная, сама ванная, красивая очень. И дальше расположена душевая кабина, которая тоже очень удобно расположена, она не является ни преградой, она расположена на своем месте в левом дальнем углу, визуально она не загромождает пространство за счет того, что полностью стеклянные перегородки, она, можно сказать, там растворяется, но грамотно расположена, что вообще никакой преградой ни для чего не является. Очень удобно, ты зашел, пошел, пошел, открыл дверь, зашел, принял душ и все в таком духе, и точно так же очень удобно, нужно, когда мы говорим об удобстве эргономики, нужно рассчитывать размещение, допустим, тех же самых крючков, то есть аксессуары, которые сопутствующие аксессуары, допустим, не для красоты, а вот именно для удобства. Дальше, допустим, второй из секретов, это отделочные материалы. Если мы посмотрим на эту картинку, на ванную комнату, то есть отделочные материалы, в моем понимании, они не могут задавать успех уюта, какого-то такого пространства, потому как мы можем создать уютное пространство на каких-то минимальных историях, в плане, допустим, финансово, то есть вот взять, в пример, эту ванну, тут стены вообще выкрашены, выкрашены и плиткой у нас выложен только нижний уровень, и в любом решении отделка, она является только фоном. Мы можем просто побелить стены, побелить, ну побелить это как-то по старинке, покрасить стены или выложить их, облицевать какой-нибудь недорогой плиткой, и это будет тот же самый эффект, дорогая плитка или недорогая. Если интерьер сложился, то и неважно, какая стоимость у ваших отделочных материалов, да, и вот здесь как раз пример того, что стены в основном выкрашены и, ну то есть, акцент совсем не на материалах. Вот. Здесь вообще на самом деле очень интересная история создания, да, мне, наверное, может быть даже, почему все так произошло, да, здесь. Один из вариантов обрамления стен, это зеркала, да, которые расширяют пространство. И вот если вы обратите внимание, слева видно вам зеркало, зеркало за ванной находится. А вот следующий слайд, да, смотрите. И здесь такая история, то есть, когда мы говорим о создании, мы, конечно, в первую очередь слушаем заказчика, будущего хозяина этого жилища, чего бы он хотел. И в этой истории ванной комнаты у нас в интерьере заказчица сразу сказала, «Кать, ты знаешь, я мечтаю, чтобы у меня в ванной было окно». И если получится в планировке, то можно какое-нибудь помещение выделить с окном чисто под ванную комнату. Но у нас не возникло такой физической возможности. И я предложила, что зеркало у нас будет витражом. И понятно, что когда мы размещаем зеркало в ванной комнате, оно колоссально отражает все предметы, да, является, ну, то есть, дает вот эту глубину, отражает свет и может быть тем же самым восприниматься окном, да, потому как тут даже появились, здесь оно вообще в виде витража, то есть, есть металлическая конструкция. И для более правдоподобного эффекта, например, для ощущения какой-то такой жизненной истории, да, здесь еще это задрапировано тюлью, такая легкая вуаль, она совершенно не загромождает пространство, благодаря тому, что квадраты позволяют в этом помещении, да, все сложилось самым наилучшим образом, как мне кажется. И, допустим, выпала какая-то грандиозная мысль из головы. Ну, то есть, одно из направлений, вернее, один из секретов, это когда в ванной комнате мы размещаем зеркала, я потом покажу дальше другие примеры, но зеркала я прям вот вам настоятельно рекомендую, потому как лучше использовать минимум, допустим, отделочных материалов, но когда вы облицовываете стену зеркалом, это просто совершенно красивейшее решение. Также, если мы посмотрим, опять же, на это решение, да, здесь огромнейший секрет уюта для ванной комнаты – размещайте картины. Я думаю, что в любой комнате, несмотря на ее квадраты, ну, на ее габариты, можно всегда разместить какую-то картину. Как только вы размещаете в санузле или в ванной комнате произведение искусства, там, графику или там, я не знаю, какой-то, можно какой-то арт-объект на стену повешать, интерьер сразу же живет в своей какой-то совершенно другой истории. Потом аксессуары, допустим. Аксессуары обязательно нужно выбирать, не выбирать, размещать и выбирать самые, что именно есть, лучшие, даже лучшие по геометрии, допустим, не по цене, потому что аксессуарами мы можем как убить пространство, а не пространство, а интерьер, точно так же мы его можем подчеркнуть. Потому как если мы, допустим, я часто вижу такую историю, когда мои коллеги используют в интерьерах, в проектах, дорогущие отделочные материалы, вот прям дорогущие, и тратят там основной бюджет, то понятно, потом, допустим, на, вот если в процентном соотношении я сейчас не скажу, но, допустим, если весь бюджет потратили, да, на плитку, то у вас уже на аксессуары не остается никаких средств, и потом сложно заказчику донести, что вам нужны именно такие, потому как в аксессуарах это все. Потому как если вы, я уже говорила, если вы будете использовать простые материалы вообще, но установите туда классный какой-нибудь аксессуар, вот, допустим, здесь это аксессуары Джесси, это топ, топ из вообще сантехнического оборудования, то есть, это, понимаете, это будет как какое-то, вот, как кольцо на руке, это как пуговица на жакете, это, это прям вот, это изюм вашей истории, поэтому на аксессуарах, на чем нельзя экономить, так это на аксессуарах. Понятно, в рамках бюджета, но тем не менее, они не могут быть какие-то, какие-то, вот, потому что, повторюсь, ими можно будет все убить. Вот, это такая, это история этой ванной комнаты. Ну и, конечно же, такие аксессуары и декор, который дополняет, дополняет уютную историю, это предметы, мебель и предметы, допустим, в этой комнате у нас размещен столик туалетный, потому что, если вообще сказать о важности помещений в, ну, допустим, у каждого человека в жилище, какое самое важное, допустим, вот, давайте, напишите мне, пожалуйста, что, какое для вас самое важное, самое главное помещение у вас в квартире или в доме, я скажу, допустим, свое мнение. Кухня для кого-то. Кухня, гостиная, спальня, кухня, спальня, гостиная. Вот, никто не назвал ванная комната, вот сейчас ванная комната. Да я вам скажу, что ванная и санузел, это те помещения, в которых мы проводим большую часть времени. Ну, то есть, понятно, мы на диване сидим, но на диване, когда, если мы заняты когда-то, да, я вообще, допустим, на диване, не знаю, когда, может быть, вечером, маленько, я посижу на диване, да, а так обычно у нас идет первая, это ванная комната, потому что мы там утром принимаем душ, утром, вечером принимаем душ, ванную, чистим зубы, женщины там приводят себя в порядок, те, кто, кому удобно, допустим, наводить марафет, да, без ванной вообще не прожить точно, и, а без санузла вообще, потому как больше всего, да, потому как, а есть вообще ванны, потому что есть некоторые люди, которые там, я не знаю, по пять часов могут провести ванны, и ванна, она может служить для некоторых людей, именно, оазисом общения, потому как, допустим, если говорить о какой-то дружной семье, или там каких-то любовных отношениях, или об отношении мамы и детей, мама там все время купает детей, а любовные отношения можно там проводить вместе время, всякое разное, если какая-то дружная семья, очень часто бывают такие истории, когда, когда, допустим, один принимает ванну, рядом кто-то сидит, общается, это могут быть какие-то релаксовые, какие-то сексуальные истории, да, и вот, допустим, всякие столики, вот эти мебельные, такие декоры, какие-то мебельные маленькие предметы, когда, если может быть, конечно, это и какой-то кресло, и диванчик, и лавка, и скамья, и пуфик, и столик, все может поместиться в ванной комнате, в зависимости от ее квадратов. На этом примере у нас здесь маленький столик, на котором можно вот разместить книжку, поставить, я не знаю, там воду, вино, шампанское, свечи, в общем, создать как раз вот этот вот уют. Ну и также декоративные элементы, типа вас и растения, они тоже могут быть. Так, кто-то у меня поднял руку, это что значит, когда кто-то поднимает руку? Так, сейчас немножко заминка, я немножко отвлеклась. То есть вот, ну и конечно же, когда, если ванна большая, то мы можем и освещение какое-то разместить, как в этой ванной, здесь вот не сильно видно, но она отражается в зеркалах, допустим, люстра, да. Так, дальше надо немножко ускоряться, ну и про картины, да, я уже сказала. Это санузел, как раз санузел, из этого же проекта, и вот здесь, посмотрите, не то что внимательно, тут это на самом центральном месте, как раз расположена картина, и вы только представьте, вот эта фоторабота компании Хольц, очень красивое у них обрамление, вот это, ну прямо, оно каким-то арт-объектом смотрится, эта история, и понятно, что стилистически оно очень хорошо подходит к нашему интерьеру. Вот, и здесь это гостевой санузел, он находится при входе, а здесь размещена только раковина, вот она слева, да, это все одна стилистика, это коллекция бренд Джесси, коллекция Леганза, я просто ее обожаю, вот, раковина и унитаз в этой же, из этой же коллекции, и больше здесь нет ничего, хотя за вот этой справа, за вот этой у меня, к сожалению, нет фотографий, находится постирочная, потому как еще один секрет успеха и уюта, и даже эстетики ванной комнаты, никогда, вот запомните, вот я сейчас загадку вам задаю, что никогда не нужно делать видимым в красивом помещении, вот в красивой ванной комнате, никогда не нужно, чтобы вот это, как сказать, торчало, ну не торчало, вот просто вот находилось, это часто используют дизайнеры, я когда вижу, когда опять же выложены просто все бюджеты, там золото, хохоряшки, пудряшки, там я не знаю, все, хотя запросили, ждут разрешения, или случайно нажали, я так понимаю, что случайно нажали, да, если был вопрос, то я так понимаю, что в чат, вот, как думаете, что это, никогда, никогда, нет, не трубы, трубы в определенной стилистике могут хорошо даже смотреться, стиралка, стиралка, стиральную машину, я об этом хотела сказать, но у меня нет фотографий своих проектов, чужие я не стала брать из этических соображений, но я нарисовала вот эту вот историю, посмотрите, надо было этот эскиз, я буквально, когда первый спикер сейчас выступала, да, я носила, вот, когда, когда делают все очень-очень-очень красиво, тут и тумба, вы видите, хорошо вам видно изображение, или маленьким окошком, да, не очень, сейчас вам вот так вот, вот, покажу, то есть, когда мы сюда сделали классную, красную раковину, тумбу, тут зеркала, тут шаров навешали, люстр, и у нас открытая стиральная машина, никогда так не делайте, потому что, во-первых, стиральную машину, вы сделаете тумбу поглубже, и вы можете закрыть это фасадом, ну, то есть, это будет, конечно, во-первых, можно встроенную сделать, но встроенная стиральная машина, объем не такой большой, как, допустим, у этих отдельно стоящих, там, загрузка, а, 10 килограмм, да, это, конечно же, большая разница, то есть, можно, как хотел сказать, убрать барабан, сделать, как бы, больше глубину, за счет характеристик, звук постоянно пропадает, не знаю, скажите, у всех звук пропадает, я не могу, нет, все хорошо, все отлично, так, ну, давайте продолжим, то есть, вот, я сказала про стиральную машину, и, соответственно, если бы вот здесь, представляете, я видела такие интерьеры, когда там просто все такое шедевральное, и стоит эта стиральная машина, и понятно, что бывает, ну, это, естественно, не всегда есть возможность выделить постирочную, но, если нужно разместить, то ее обязательно нужно прятать, потому что, конечно, ну, какая красота, или создавать тогда, вот, какой-то такой урбанистичный стиль, какой-то техно, чтобы вот эта машинка, она была в этом же ключе, а не там ни с золотом, ни с каким-то там стеклом, тумбами, золотыми ручками, ну, в общем, вы поняли, да, о чем я говорю, вот, это одна история, создание уюта, дальше, следующий проект уже, моя реализованная ванная комната, это проект называется «Белее белого», потому как здесь, конечно, в этой ванной имеется графитный цвет, но вообще по всему дому, если кто знает, там в основном присутствуют белые цвета, и он у меня называется «Белее белого» и неоднократно прям занимал на профессиональных конкурсах прям первые места, вот, здесь понятно, что прям вот эти примеры уюта тоже эргономика, эргономика в первую очередь, то есть все удобно, все логично, а нет никакого визуального шума, вот всегда у меня, ну, как бы одно из важнейших, то есть после планировки это идет, допустим, избавление от визуального шума, понятно, что есть и листья, как и, допустим, предыдущая, да, история, там какие-то, ну, то есть какие-то мелочи, там какие-то плентуса, там какие-то филенки на изделиях, но тем не менее, вот эта вот гладкость поверхности и, допустим, то же самое использование, когда предметы все на своих местах, сразу заранее продумано, то пространство воспринимается, естественно, лаконично, органично и красиво, и удобно, да, здесь, допустим, системы хранения, они находятся на противоположной стороне, но тем не менее, то есть здесь, допустим, по планировке все понятно, все четко, вообще ясно, здесь, конечно же, хорошая такая красивая история, тут стоит Саша Ми, объект компании Джесси, да, хамам, совмещенные душевая, совмещенные сауны, но даже если бы это была не именно вот эта вот система, представьте, если бы был этот стеклянный фронт, благодаря тому, что пространство позволяет, и пожелания заказчиков было такое, что чтобы была и сауна, и душевая, и хамам, то есть мы могли бы разделить это стеклянными перегородками, и то есть вот этот вот торец этого помещения был бы очень красиво и органично использован. Здесь хороший прием уюта, вот если представить это пространство без зелени, допустим, убрать зелень в кашпо, в кашпо или в стеклянных вазах, она всегда классно дополняет, она сразу же вносит вот эту живость интерьера, вот если представить, что его здесь не будет, то оно будет совершенно по-другому, и, конечно же, здесь, опять же, появляется небольшой предмет мебели, хотя, когда мы с заказчиками разговаривали, я говорю, нужно обязательно нам разместить вот этот вот пуф Барселона, такой как бы иконы дизайна, я очень долго за него боролась, потому что, как бы, говорят, зачем, я говорю, ну а как, вот представь, допустим, представь, с мужем зашла, это мы с заказчицей разговаривали, муж в ванной плавает, мы все время общаемся, да, бывает, общаемся, он говорит, ты, у вас такие происходят моменты? Он говорит, да, я обычно сижу на унитазе, я говорю, ну вот, а сейчас ты будешь сидеть на вот этом пуфике, это просто был беспроигрышный, и обосновательный такой вариант, он остался. Дальше, ну, использовать коврики, не просто при ванной, ну, маленькие такие, допустим, как это, ну, ванны, ванны, банные коврики, да, ну, это чисто такие подстилки под ноги, а именно ковры, то есть какие-то, понятно, что они должны быть дышащие, ну, или просушивать их, да, потому что, чтобы возможность была, но, тем не менее, они тоже, они создают уют, и когда пространство ванной комнаты позволяет, это просто, ну, это очень классно все смотрится, смотрится и воспринимается, это вот именно, получается, такая зона уюта. Вот, это с другой стороны, здесь, конечно, шикарно, что еще здесь остекление в пол, это в частном доме, на втором этаже мастер ванная комната расположена, и там, ну, понятно, вот это естественное окно, но это просто, ну, на мой взгляд, это очень круто. Вот, то есть здесь, опять же, зелень, зелень, понятно, поставлена для съемки, но она может быть, ну, понятно, что если в вазах может не быть, потому что кто-то скажет, это мне совершенно неудобно, но если поставите сразу, запланируете кашко с каким-то пустом, это может быть не обязательно, допустим, настоящее растение, потому что за ними ухаживать нужно, не все это любят, также это может быть и искусственное, потому что сейчас, допустим, очень классные искусственные цветы, они сделаны, ну, прям даже тактильно на ощупь, они повторяют схожесть с настоящими растениями. И здесь, допустим, по аксессуарам, да, мы сразу продумываем все аксессуары, и то, как живет семья. Так, естественный свет в ванной всегда эффектно смотрится, добавляет шарм, хоть в стене, хоть в потолке, конечно, конечно, это прям дорогого стоит, это просто обалденная история. Особенно, знаете, как раньше в этих, в квартирах, опять, вот в сталинских, да, получается, предыдущий у нас оратор рассказывал, я обожаю эту историю, раньше не понимала, вот это окно между кухней и ванной комнатой, да, а оказалось, ну, это какой-то бабкин стайл, да, условно какой-то вариант, а сейчас только в определенный момент, благодаря знаниям, да, во-первых, это как бы экономия энергии, да, во-вторых, это, понятно, сейчас уже ты воспринимаешь это как какой-то шарм, и если сделать конфигурацию окна, ну, как бы соответствующей геометрии пространства, то это вообще очень эффектно и классно смотрится. Вот. Так, ну, это еще я покажу. Да, 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 в детстве я тоже, вот еще с другой стороны, здесь у нас еще вот этот один мебель, маленький пуфик стоит, здесь корзина для белья, все очень удобно, система хранения. Здесь, кстати, вот прям естественным образом нет стакана для щеток, потому что эта семья не переварит. Он говорит, я не выношу просто, когда, ну, ни одна хозяйка, не выношу, когда находятся вот здесь щетки, что это некрасиво. У меня сейчас есть еще опыт такой, когда люди просто не воспринимают, и все щетки, вот здесь находятся маленькие ящики, там расположены щетки, и здесь нет никаких полотенцедержателей, потому что в этой истории люди берут полотенце, вытирают, и тут же кидают его в не мусорное ведро для белья, которое там стоит. В общем, когда ты все выстроил четко, то потом просто украшаешь, наряжаешь, дополняешь, и вот, и опять же взять, если тут рассмотреть отделочные материалы, да, вот предположим, тут вообще неважно, какой ценовой сегмент, да, у этого отделочного материала. Тут могла бы быть эта белая плитка, допустим, керама, да, условно там квадратный метр 900 рублей, да, стоит, или, ну, в этом варианте, это велерой бог, там диапазон, это было, там, когда-то это 6 тысяч рублей квадратный метр, стоило сейчас, конечно же, дороже, но смысл в том, что по сути визуально мы бы не отличили, вот, допустим, когда бы сделали фотографию, поэтому отделочные материалы в уюте, в создании классной ванной комнаты, это вообще далеко не панацея. Вот. Это детская ванная комната, здесь прием использован, обуючивание, вот именно как вот ковер, мы постелили ковер, просто сразу заиграло все другими красками. Конечно, ковер, это как нашелся к шарику горшок и хвост к дню рождения, знаете, из Винни-Пуха такая история, потому что у нас были уже светильники, да, у нас были уже по проекту запланированы светильники и совершенно другой был ковер, но как классно в те времена у нас была Икея, там была вот эта коллекция вот этих ковриков, просто он пришелся сюда кстати и просто обуютил нам всю историю, и вот этот проект Белее Белого. Так, и, конечно же, можно говорить о, ну, как бы хорошо располагать все уютные истории на больших пространствах, да, но когда маленькие, мы тоже можем создавать красивую, уютную ванную комнату. Это то, о чем я говорила. Здесь минимум отделочных материалов, да, применено, но основной материал, потому как комната маленькая, да, у меня отражает, почему так сильно, совершенно не видно графики, вот там что, видите, что там ванная комната, вот здесь вот, допустим, что, вернее, ванная комната, понятно, вот здесь вот ванна, а здесь стеклянная перегородка, вы это видите? У меня как-то засвечено все очень сильно. Отлично. В общем, в этом примере здесь использованы вот именно пример ровных поверхностей, использование зеркал, и еще такая история, когда мы не разделяем, то есть минимум, когда маленькое помещение, это вообще нужно использовать минимум отделки, хотя, конечно, бывает, если какая-то фольклорная такая история, театральная, мы можем туда за... Да, это как будто душевая за стеклом, потому что здесь расположена, перегородка стоит на ванне, то есть она чисто отделяет, то есть тут 60 сантиметров она по глубине, она отделяет вот этот душевой поток от раковины. То есть продолжу по отделочным материалам, да, и вот здесь не видно, тут как раз, вот смотрите, я говорила машинку прятать, можно было поставить ее вот сюда, эту машинку, ну, тут как бы мы физически не могли ее поставить, потому что тут она унитазу бы не помешала, помешала бы, вернее, да, и вот здесь как раз планировочное, грамотное планировочное решение, она находится вот в том шкафу, можно было его не делать, просто поставить машинку на дне полки, и вообще все это, ну, как бы по-дурацки, простите за сленг смотрелось, да, но здесь еще вот этот фронт, который вот эти шкафы переходят в, как бы в систему панелей, на них висит унитаз. То есть на самом деле ванная получилась, из-за счет того, что вот эта ваза тут стоит, и вот эти листики, как раз вот эти листики, открою вам секрет, еще один, тут они как раз стоят искусственные, они могут тут стоять все время, можно воду даже убрать, и они просто будут в вазе стоять, это будет очень красиво, эстетично, потому как тут, допустим, вот эта вот поверхность, она способствует не захламлять, потому что у нас все изначально продумано, что здесь у нас будут, допустим, розетки, вазочки у нас тут встанут, тут у нас на подносике стоят аксессуары, там щетки, мыло, все у нас на месте, поэтому вот обязательно нужно дополнять, дополнять и вот такими детальками, и именно в этом уют складываться будет, и, конечно же, еще уют ванных комнат, чтобы не захламить это пространство, нужно обязательно продумать систему ухранения, то есть вот здесь над ванной комнатой у нас находятся шкафчики, где будут стоять все мыльные принадлежности, то есть шампуни там, гели для душа, потому что у всех в семье обычно разные банки, единственное бывает, вот как, допустим, в неклассической классике, там такая история, что, допустим, согласны были переливать в баночки, у нас там все в душевой, допустим, это расставлено, это одна история, я так понимаю, мы сейчас по времени, смотрю, я уже как будто бы закругляться должна, но мы опоздали же, да, немножко, Лена, скажите, напишите, пожалуйста, можно задержаться немножко или нет? Вот, это как раз я рассказывала, я сейчас продолжу быстро, уже немножко осталось, хотя, конечно, тема для меня интересная, и я бы могла о ней вообще долго рассказывать, потому как можно еще все дело прикреплять с планами, и вот именно ходить по пространству. Вот, например, пример, когда в ванной комнате расположено кресло, это просто классно, потому что вот здесь как раз, допустим, история, когда мама все время находится, тут на самом деле в этой ванной комнате еще, в комнате находится расположен еще телевизор, он вот там у нас на стене висит, я, конечно, не сторонник всего этого дела, но, тем не менее, на темной стене он не сильно бросается в глаза, поэтому, ладно, подумала я, пусть будет телевизор, но смысл в том, что здесь есть ковер, есть вот именно вот этот предмет какой-то яркий, который задает уже тон такому живому пространству, то есть здесь мог бы даже стоять, если мы предположим, какой-то маленький пуфичек, да, понятно, в маленьких пространствах, допустим, как предыдущие, у нас не было возможности там что-то поставить, там мы плоскостями там зеркало мы увеличивали пространство и веточку зеленую поставили, вот, а здесь у нас есть где размахнуться, здесь и ковер у нас хороший такой, и такое красивое кресло, и прям, как бы, на мой взгляд, все очень живо смотрится, а вот это пример как раз маленькой ванной комнаты, и здесь тоже, допустим, здесь минимум отделочных материалов, но тут такая еще стилистика деревянная, но опять же, вот здесь, допустим, присутствует вот эта вот деревянная лапка, она уже задает такую лютую, вот если представить, что ее нет, то, допустим, это уже, допустим, не так смотрится, вот какие-то вот эти вот полочки, но они сидят там и совершенно не загромождают пространство, допустим, здесь могла бы стоять, конечно, стиральная машина, но я ее вынесла из этой комнаты, и там у нас шкаф гардеробный, плавно перетекающий в постирочную зону, там стоит этот шкаф. Вот всякие вот эти вот детальки, когда подумать, если вам это нужно, да, ну, не вам, допустим, вашему клиенту, заказчику. Так, посадочное место в пространстве ванной, это супер, сесть спокойно нам от это, так, не покидая тепло-влажного помещения, да, да, это очень классно, и вот именно для общения и пребывания, потому что все-таки, подумайте, мы много времени проводим, и нам нравится, если будет ванная комната уютная, то мы оттуда не будем выходить. Вот, и, допустим, это опять же вот это, то есть говорить о бюджете, это совершенно в другом целом сегменте этот проект, но тем не менее, допустим, вот какие-то вот такие истории, типа вот этой деревянной подставки для книг или еще чего-то, да, то есть мы ее можем, если, допустим, она не нужна, она может просто принимать ванну, мы можем ее убрать на вот ту лавку. Керамогранит или керамическая плитка? Без разницы, на самом деле, я мне вообще, я говорю, не придаю сильно значению отделочным материалам, потому как я могу, вот на чем я могу точно сэкономить, это на отделочных материалах. Допустим, если взять этот проект, здесь, допустим, под дерево, это керамогранит, а вот эта маленькая черная, это керамическая плитка. А керамогранит или керамическая плитка вообще не имеет значения, это вопрос плотности материала, да, Если какой тебе нужен, понятно, если на пол ты стелишь керамогранит, а на стены ты можешь и керамическую плитку, и керамогранит. Но я вообще за то, чтобы минимум отделочных материалов, я больше за детали. Допустим, поставить классные аксессуары, поставить какие-то цветы, поставить люстру, какие-то вот эти полки, не полки, а слэбы под мрамор. Я люблю, да, слэбы под мрамор мне тоже очень нравятся. В зависимости от задач, от каких-то идей. И опять же в зависимости от бюджета. Потому как, допустим, вот здесь можно было использовать большие слэбы, но бюджет был ограничен, поэтому здесь просто маленькая керамическая плитка. Можно было большой вот этот вот керамогранит, тонкий, широкоформатный, под мрамор сделать. Кстати, в проекте он так и был указан, я поняла вас. Да. Ну и вот мы резюнируем всю эту историю, все эти секреты. Первое, первый секрет, это у нас эргономика, комфорт, планировка. Второй секрет, отделка. То есть о чем мы говорим, да, что не уют ванной комнаты совершенно не зависит от отделочных материалов. В первую очередь нужно создать какую-то красивую концепцию, потом понимать, из чего можно ее сделать, посмотреть, сравнить все сантехническое оборудование, ну как бы прикинуть, может быть, бюджет, а может быть и не стоит, потому что бывает, что аппетит во время еды. Но тем не менее, вы можете понимать, что это совсем не главное, какая у вас будет отделка. Дальше зеркала и ровные поверхности. Ровные поверхности, это как раз вот о чем я говорила, вот эти вот зеркальные, они очень хорошо расширяют пространство. Если у вас какие-то аксессуары там или свет, свет всегда очень красиво отражается, да. А минимум визуального шума, про то, что я говорила, минимум, а как бы продумать, чтобы все стояло на своих местах. Понятно, бывают какие-то такие истории типа арта, да, которому не нужно объяснять, зачем он тут появился. Он просто встал красиво и все, какая-то, я не знаю, там фигура или еще что-то, какая-то банка. Но она будет именно акцентом. Но все равно вы как дизайнер предлагаете, или даже если сейчас меня слушают не дизайнеры, вот, кстати, напишите, есть тут кто-нибудь из вас не дизайнер и кто дизайнер. Вот, то есть это минимум, классно, минимум визуального шума. Пятое, это аксессуары, что ими можно убить интерьер и вытянуть. Это знаете, как пригласить дизайнера по шторам, который, допустим, думает только о своих шторах. Он не видит общую картинку, да, и мы без дизайнера, когда это делаем, делаем, да, приходят. У меня просто был на объекте такой случай, когда заказчики не хотели ждать, да, и пригласили дизайнера по шторам. Разные, конечно, бывают специалисты, но на моем опыте был такой, что он просто пришел и предложил ламбрекены, ламбрекены, ламбрекены. Он просто все свои возможности выдал вот в эти шторы. И понятно, что он, в моем понимании, убил просто всю картинку. И точно так же, что мы можем, прекрасно отношусь к использованию ванных, сейчас будет у меня проект, будет полосатая ванная комната, и мы будем влагостойкими обоями ее клеить. Вот, и хочу еще раз сказать, что лучше сэкономьте на отделочных материалах, но потратите все деньги на аксессуары, потому что это будет прям такая история, это знаете, как, я не знаю, там, венецианские, венецианские интерьеры, когда просто стены в известках и какая-нибудь люстра бакара висит, бакара или там баравертоса, которая стоит там невероятные миллионы, да, но отделки-то нет, но ты заходишь, и у тебя вау-эффект. А если еще будет зеркало стоять и куст, то и ковер, все, дело, дело просто в шляпе. Системы хранения обязательно закрывать, никогда-никогда не ставьте стиральных машин, особенно под раковинами, ну, чтобы они были видны, выделяйте место, и если она стоит, чтобы она не закрывала, вот этот вот, допустим, красивый фронт, понятно, место отводите, растения используйте, и, конечно же, секрет, используйте предметы, мебели, такие сопутствующие, дополнительные, если большое пространство, можете использовать кресло, какие-нибудь диваны, там, канапешки, а также, если маленькие пуфики, креселки, скамеечки, столики, потому что все это очень удобно, это всегда добавляет пространству уют и какую-то такую живую историю. Вот, и даже сейчас у меня будет новый проект, я его отсниму в ближайшее время, допустим, мы ставим столик около унитаза, он у нас там запланирован, потому что это тоже очень удобная история, на унитазе столько некоторые люди много времени проводят, и вообще, в принципе, на унитазе, я еще всегда говорю, на унитазе никогда нельзя экономить, потому что на нем ты сидишь, на нем ты проводишь времени вообще, в принципе, больше всего в своей жизни, это унитаз и кровать, поэтому на вот этих нельзя экономить, на унитазе нельзя экономить на матрасе, ну, условно, конечно, в рамках дозволенного. Вот. Поэтому вот такие итоги моего вебинара. Если у вас есть вопросы, еще я готова ответить. Скажите, была ли вам полезная информация, понравилась ли вам, возникали какие-то ли диссонансы во время. У меня кто-то поднятая рука, я не могу понять, что значит, что значит эта поднятая рука. Ладно, я потом в другой раз, в другой раз, видимо, разберусь. Но все равно. Какой тренд сейчас в освещении? А вы знаете, у меня, Елена, напишите мне, пожалуйста, наш модератор, напишите, у меня есть еще время? И тогда я отвечу, еще могу поговорить, потому что о трендах у меня вообще тоже свое видение. И сейчас я была на Миланской неделе дизайна, и как раз там у нас через год, да, в этом году как раз была, как она называется-то, ну, в общем, со светом, со светом, забыла, как световая эта выставка называется. В общем, люстры специальные, ну, на самом деле вопрос дальности. Понятно, что ты же не повешаешь в ванной комнате в маленькую большую люстру, вообще люстру ты, когда она над ванной. Если высота, допустим, 3 метра, люстра совершенно не над ванной, если хорошая вентиляция, Евролючи, точно, спасибо огромное. Вот, на Евролючи я могу, конечно, свои, по поводу Евролючи свое видение рассказать, но это, наверное, будет, если, не знаю, у нас спикер следующий нас ждет или у нас есть время. Вот, поэтому продолжу про светильник, да, просто когда ты со включенным разумом, со включенным освещением. А, уже ждете, да. Все, ладно, хорошо, я буду... Ответьте про зеркало, сейчас отвечу, ответьте про зеркало, что зеркала специальные должны быть для влаги или вы используете обычные? Использую обычные зеркала. Главное, чтобы все было герметизировано, чтобы не было прямого примыкания, потому что, понятно, если влага или конденсат будет собираться за зеркалом, то через какое-то время амальгама, она поползет. Поэтому обязательно нужно, чтобы все было загерметизировано, чтобы весь этот периметр был. Если есть возможность оторвать от плоскости, куда попадает вода, отрываете. А так в этом нет ничего страшного, потому как я очень часто в своих проектах, и даже у меня дома в ванной комнате все зеркала, и там, где примыкание, допустим, не загерметизировано, у меня там поползла амальгама. Там, где все, нет щелей, все очень хорошо. Ладно, все, я не буду больше задерживать следующего пищателя. Всем спасибо огромное за вовлеченность. Если есть какие-то вопросы, кому-то отправить презентацию, заходите в мой запрет грамм, подписывайтесь, пишите, хочу презентацию в директ, я отправлю, отвечу на какие-то дополнительные вопросы, всегда открыто к общению. В общем, все, желаю всем хорошего дня, продуктивного вебинара сегодня и завтра. Всем удачи, спасибо, до свидания.